Мы продолжаем знакомить вас с составом нового кабинета министров. Здравоохранение и благосостояние традиционно одни из самых тяжелых отраслей экономики. В новом правительстве руководить ими будет Союз Зеленых и Крестьян. Гунтес Белевич и Улдес Аугулис. Отрасль ждет от них решительных действий. Кто вы, господа министры? Мы постараемся ответить на этот вопрос. Я приглашаю вас к большому экрану. Итак, Гунтес Белевич, 56 лет, женат, имеет двух детей по образованию врач-биофизик, а также фармацевт. До последнего времени предприниматель. Руководил сетями Мэна Саптека и Саулы Саптека. И любопытный факт, занимался он также оленеводством. Став министром здравоохранения, приостанавливать действия своего депутатского мандата не стал. Но зарплату будет получать только одну, а именно министерскую. Из целей, которые он перед собой ставит, то он обещает добиться доступности медикаментов и поднять престиж профессии медика. Однако конкретных прибавок к зарплатам пока не обещал. Острасль же ждет от него конкретных шагов. Самые злободневные проблемы, которые надо решать, это высокие платежи пациентов. Это длинная очередь на получение плановых медицинских услуг. И это катастрофически низкая заработная плата медиков. Да, он это обещал. Но вопрос в том, поддержит ли его правительство, поддержит ли его партнер в коалиции. Ну а теперь о другом министре, а именно Олдисе Ауглис. Итак, ему 42 года, женат, имеет двух детей. Имеет образование в сфере финансов. Политическую карьеру начал в 2001 году председателем совета в одной из властей Добельского района. В 2009 году стал министром благосостояния. Затем руководил отраслью сообщений. С января этого года вновь отвечает за благосостояние. Заявляет, что в его работе приоритетными будут все в отрасли. Но в частности, это пенсии, демография и нужды инвалидов. Первым делом он обещал заняться вопросами снижения социального неравенства. Отрасль эти планы поддерживает, но рассчитывает и на приведение в порядок трудового законодательства и сферы охраны труда. Мы считаем однозначно, что надо снять все уровни потолков, которые назначены на сегодняшний день до конца этого года по пособиям. Там разного рода пособия, целый ряд, это и к семьям относится и так далее. Это один вопрос. И второй вопрос, конечно, повышение этих доходов, этих пособий. Это и вопрос к минимальному доходу, потому что 129 евро как минимальный доход в 2017 году, это нас совершенно не устраивает. Спасибо.